Ну что ты? Только я села за стол, она тут как тут. Да? Ну? Всем привет, дорогие друзья! Еще раз обещала рассказать новым нашим подписчикам о нас с Лешиком. Есть у нас видео, там я говорила уже не раз, по-моему. Но все равно, что искать, да, расскажу. Тем более мне это так приятно, рассказывать о нашей с Лешиком жизни, о том, как мы встретились, о нас вообще, чтобы всем было понятно, что и как. В общем, я с Украины, Запорожской области, город Токмак. В Москву приехала в 2001 году. Приехала, как и все, заработать, потому что на моей шее было трое детей. Было у меня два мужа. Два сына от первого мужа и дочка от второго мужа. Сейчас моим детям, дети уже взрослые, двое детей на Украине. Это старший сын и, ну, дочь Илона приезжала. Кто знает, у нее свой канал есть на ютубе кулинарный. Ссылочка под видео всегда, кому интересно. Старшему сыну в этом году 40 лет. Нам с Лешиком, мне пока 58. Лешику вот на днях 66. Исполнится. Юрика вы все знаете. Юрик приезжал. Да что ж такое. Юрика видели. Если не видели еще, то увидите обязательно. Юрик это средний сын мой. Он живет в Москве. В Химках. Юрику. Ой, боже мой. Юрику уже сколько? Юрику 36. Ой, ну ладно. Вот. Илония в этом году 30. Такие вот у меня дети. Внуки. Четверо внуков у меня. Одна внучка. Самая старшая внучка. Это дочь старшего сына. И еще сын у него. Вот. Внук и внучка от старшего сына. У Илоны один ребенок. Сашка. Знаете, да? У Юрика тоже один ребенок. Матвей. Вот. У Лешика дочь замужем. У нее двое детей. Дочери Лешика 34 года. Вот. Двое деток у нее. Мальчик и девочка. Старший мальчик. Вот. Со всеми детьми у нас хорошие отношения. У Лешика с моими детьми. У меня хорошее отношение с его дочкой. Лешик родился и вырос в Москве. На Красной Пресне. Вот. Он москвич. Поэтому как-то и название канала у меня такое. Из Москвы в деревню. Потому что не остались мы в Москве жить. А уехали в деревню. Хотели уехать на Украину. Но с этими вот всеми событиями не поехали. Вот. Ну ладно. И хорошо, что не поехали. Потому что мне здесь нравится больше. Почему? Потому что климат. Климат мне здесь нравится. Здесь не так жарко. Здесь не так жарко, как на юге Украины. Мне это очень нравится. Вот. Кофеек я себе сделала. Ну что. Поехали. Это так было вступление. Вот. С чего все началось. Сидели мы с Лешиком как-то в знакомствах. В интернете. Он у себя на Пресне. Я на ВДНХ. Потому что тогда снимали квартиру на ВДНХ. И вот встретились два одиночества. Лешик мне написал. Причем написал, по-моему, пару сообщений всего. И предложил встретиться. Вот. У меня был еще один вариант. Встреча была. Честно признаюсь. Ну, я искала себе спутника жизни. Вот. Каждая женщина хочет, чтобы рядом. Ну, не знаю. Может, каждая. Может, не каждая. Но мне хотелось, чтобы у меня рядом по жизни был спутник. Чтобы я была не одна. Не люблю одиночество. Ненавижу. Вот. И вот. Договорились встретиться. Не. Было два предложения. Встретиться. Но я не знала, куда. Ну, подумала себе так. Кто первый назначит мне встречу, к тому и поеду. Вот. Одна... Мужчина один предложил из электростали, по-моему. Где-то из Подмосковья. Ну, Лешик написал первый. Лешик написал первый. И я поехала навстречу. Это была пятница. Перед выходными. Встретились мы 11 ноября. Но уже потом до меня дошло, что это 11-е, 11-е, 11-е. В 11-м году мы встретились 11 ноября. Вот так вот. Это уже потом дошло. А так просто было. 11 ноября, пятница. Вот. Поехали навстречу. Я немножко опоздала. Ну, совсем немножко. Минут на 10. Встала у колонны. Там на ВДНХ колонны у метро. Само здание метро круглое. И колонны такие. Встала у колонны. Жду. Жду. Вот. Смотрю так по сторонам. Никого нет пока. Когда из-за колонны выходит Лешик. С Розой. Ну, встретились, познакомились. Я, конечно, только глянула. Думаю, мама дорогая. Лешик тогда весил 56 килограмм. Ну, вот что это для мужчины? 56 килограмм. Худющий. Боже мой. Ну, думаю, ладно. Хорошо проведем время. Может быть. Договорились мы с ним. Поехали на белорусскую. Лешик снял квартиру. Вот. Провели хорошо вечер. Я с Лешиком пообщалась. И, как, почувствовала, что, такое чувство было, что, ну, я его знаю, как будто всю жизнь. Вы знаете, так было с ним легко просто общаться вообще. Все запросто. Ну, и ладно. И вот, в общем, начали мы встречаться. Сначала встречались несколько недель. Лешик назначал мне свидание. Мы ходили в кафе, в рестораны. Лешик водил мне, дарил цветы. Вот. Ну, конфетный букетный период. Конечно, он быстро закончился, потому что мы поняли, что, как бы, мы подходим друг к другу. Вот так. И Лешик все чаще стал оставаться. Мы тогда жили вот с Колей и с Таней. Снимали однокомнатную квартиру. Вот. Лешик стал оставаться у нас. Оставаться, оставаться. И все. И потом мы стали просто жить вместе. Вот. Стали жить вместе. Лешик потом разменял свою квартиру. У него была трешка на Пресне. Бывшая коммуналка. Там они жили. В одной комнате бывшая жена. В другой комнате дочь. И в третьей комнате Лешик. В общем. Все жили в одной квартире, но как бы каждый сам себе. Вот. Так что так. Потом Лешик разменял квартиру. Досталась нам квартира в Перово. Переехали мы туда. Новогиреево, Перово. И стали жить вместе. Это в тринадцатом году мы переехали. Не, ну мы и до этого жили вместе, но только на съемной квартире. Сначала с Таней и с Колей, потом с Юриком. В общем так. Вот так вот мы встретились. И вот с тех пор мы так и живем. В пятнадцатом году мы расписались. Оформили наши отношения. Заключили брак. Или так сказать. Затем, чтобы сделать мне гражданство. Потому что, как, сначала мы не собирались оставаться в России. И мне это гражданство и у меня никогда в мыслях не было выйти замуж за москвича. Если бы я поставила себе цель, я бы, наверное, не в одиннадцатом году вышла замуж, а намного раньше. У меня такой цели не было. Я все время думала, что я вернусь домой. Всегда. Вот поработаю еще чуть-чуть и вернусь. Вот еще чуть-чуть поработаю и вернусь. Обязательно вернусь. И как-то было такое время, знаете, вот был, настал момент такой. Вот я ездила домой, да, там мама, Юрик был, дочка Илонка. Потом Юрик тоже уехал в Москву. И я вот ездила домой, как бы ездила домой. Но потом настал такой момент, когда я приезжала домой и уже чувствовала себя в гостях. Это такое неприятное чувство, ребята. Это, не дай бог, до такого вот, такое пережить. Знаете, вот когда приезжаешь домой, но ты там как в гостях. И возвращалась я в Москву, и здесь у меня тоже дома не было. Я тоже была здесь в гостях, понимаете, я зависла просто. Мне не нравилось это чувство, очень не нравилось. Но когда потом появился Лешек, как-то все потихоньку-потихоньку так, все-таки я стала ощущать, что здесь мой дом. И вот решили мы с Лешком расписаться. Я сделала гражданство. Гражданство получила в девятнадцатом году. Четыре года я делала гражданство. Три с половиной, если точнее. Ушло у меня время. И вот теперь я гражданка России. И вот в каком? В пятнадцатом, то ли в шестнадцатом году. Не, в пятнадцатом. Даже еще в четырнадцатом. В общем, три года я искала дом. В четырнадцатом, да, с четырнадцатого года. Мы с Лешиком поехали, еще не были расписаны, поехали на Селигер. В Тверскую область там отдыхали. Вот. И после того мы решили, что будем искать дом в деревне. Ну, в первую очередь я решила. Лешик меня поддержал. Лешику тоже нравилась вот эта вот жизнь деревенская, знаете. Вот когда мы ездили ко мне в Токмак с Лешиком, там у меня свой дом был. Ну, потом я его переоформила на дочку. Вот. И ему там очень понравилось. Понравилось, что есть огородик. Понравилось, что есть двор. Ну, и все. Вот Селигер нас потом добил. Просто добил. И мы решили искать дом в деревне. И вот я постоянно, я искала дом долго. Вот три года я искала дом. Пересматривала все варианты. Я приходила с работы. Готовила кушать. Я садилась за компьютер и мониторила вот это. Авито, ЦИАН. Вот это вот эти сайты в поиске дома. Ездили мы с Юриком смотреть дома в Тверскую, в Смоленскую. Область. Вот. Ну, как-то, как-то ничего не пригребнулось. А потом в один прекрасный день, вот я зашла, открыла. Смотрю, такой вид. Речка. Вот. Домик такой неплохой. Леша, говорю, иди глянь. Лешик пришел, посмотрел. Ух ты, говорит, это то, что надо. Вот. Ну, что, говорю, звоним Юрику. Лешик тогда водил машину. Не водил. Машина у него была, но он машину не водил. Он закончил курсы только. Вот. И не водил машину. Боялся. Но по Москве ездить, сами понимаете, как, да? Сразу после автошколы, тем более в таком возрасте. Вот. Хочу сказать, что с Лешиком мы сошлись. У нас сбережений не было. Ни у меня, ни у Лешика не было сбережений. Вот когда мы стали жить вдвоем, мы задались целью. Мы стали копить. Вот. И мы вдвоем накопили на дом и накопили на машину. Вот. И вот, приехали. Приехали, посмотрели с Юриком. Взяли с собой Серегу. Во. Мне сначала мы приехали с Юриком. Не, с Серегой. Да, обманываю. Приехали с Юриком и с Серегой. Друг наш Серега. Он такой хозяйственный, знаете, хозяин. Вот. Он приехал, посмотрел, залез на чердак, посмотрел там, что, как. В подпол заглянул. Вот. И говорит, берите, берите и не думайте. Здесь центральный водопровод. Был подведен газ. Газовое отопление. Ну, как газовое отопление. Котел. Газовый. Берите, говорит. И не думайте даже. Хватайте быстрее. Мы, в общем, договорились тогда. Все, на когда приехать. Договорились, что объявление снимают с продажи дом. Вот. И приехали, купили и стали жить. Приехали мы сюда на постоянное... Ну, как на постоянное место. Прописаны мы в Москве. Вот. Там осталась квартира. Мне живет дочь Лешка сейчас. У нее есть, как бы, квартира. Но там надо жить с мамой. А молодежь же самостоятельная. Знаете, вот. Поэтому они живут в Лешке. В квартире Лешка. И вот мы приехали. 17... 3 сентября. 3 сентября вот уже будет 5 лет. Как мы здесь. Вот. И так вот и живем. Уже вот 5 лет. Нам здесь очень нравится. Участок, конечно, для нас очень большой. Но мы пока справляемся. Пока справляемся. Как будет дальше, не знаю. Будет видно. Не хочу думать об этом. Будет проблема. Будем ее решать по мере поступления. Вот. Потом. А сейчас мы просто живем. Живем. Наслаждаемся жизнью. Деревенской. Вот этой тишиной, покоем. Вот этим всем дом отремонтировали. Сделали капитальный ремонт. Ну как. Еще, конечно, не поменяли крышу. Хотим сделать пристройку новую. Но это в следующем году. А так сделали новый пол. Обили вот вагонкой. Окна поменяли. Сделали, утеплили. Вот здесь у нас была веранда холодная. Мы ее утеплили. Сделали прихожую теплую. У нас было вот две комнаты. Теперь три комнаты. Прихожая и две такие комнаты жилые. Серега нам сделал камин. Поставил. Большое ему спасибо. Друг наш. Он в Ялке. Но у нас с ним потерялась связь. Вот как завязано все на телефоне, ребята. Все-таки, вот я не знаю. Я все-таки надеюсь, что он потерял телефон, потерял контакты. Вот. Надеюсь все-таки, что еще мы встретимся. Лешик тоже скучает по другу. Да. Но ничего страшного. Это все впереди. Я думаю, будет встреча. Вот. Так что, вот так и живем. Ну, не знаю. Что вам будет интересно, спрашивайте. Я с удовольствием вам отвечу. Вот. Здесь в Москве, в Москве, в Мокром, наше село называется Мокрое. Село находится в Калужской области. Куйбышевский район. Вот. Но мы территориально находимся ближе к Брянску, чем к Калуге. До Калуги получается 220 километров где-то. 220-250, смотря по какой дороге ехать. А до Брянска 130, по-моему, или 120, что-то так, 125. Как-то так. Мы не были еще в Брянске, не ездили. В Калуге были не раз. Вот. Вот. Были только... В самой Калуге были один раз. А вот в Анингах, где находится областная больница, там были уже не раз. Потому что в прошлом году мне сделали операцию на колени. Поставили сустав. Или как коленный протез. Сустав. Суставный протез. Да не знаю. Я в это все не вникаю. Ребята. Ходит нога и ходит. И ладно. Вот. Для меня это как бы... Так что вот так вот. В прошлом году, да, мне было тяжело, конечно. После операции. В этом году я уже бегаю. Нормально. Да. Вот так вот. Так вот и живем. Что вам еще интересно? Я не знаю. Задавайте вопросы. Спросите. Я вроде все рассказала. И о детях. И о внуках. И о нас. Вот. Да. Что хочу еще сказать о наших друзьях. Вот. Стала я снимать видео здесь. Первый год. Зимой. Канал. Зарегистрированная на канале была уже давно. Вот. Ну. Просто была зарегистрирована. Я не снимала. А вот. Зимой. Ну. Уже, наверное, в восемнадцатом году. Я не помню когда. В декабре, по-моему, семнадцатого. Или уже в январе восемнадцатого. Я начала снимать. Такие коротенькие видео. Вот сначала. А потом, ну, как бы так, знаете, ну, для себя. А потом думаю, а почему бы не заняться серьезно этим всем. Вот. И начала снимать. Начала двигаться, продвигаться. Вот. Сейчас у нас 22 тысячи подписчиков. Ну, активных всего, вот, смотрят видео 6-7 тысяч. Когда, если что-то интересно, когда приезжает Юрик, больше просмотров. Ну, естественно, потому что интереснее. Как мы вдвоем. Что мы вдвоем? Ну, каждый день можно сказать одно и то же, да. Так, Юрик, когда приезжает, немножко двигаемся здесь. То шашлычок, то плов Юрик приготовит. Ну, и так вот. А, и вот стали приезжать к нам наши подписчики, ребята. И не просто приезжать, а приезжать к нам на постоянное место жительства. Вот. И у нас появились друзья. Приехали. Сначала приехали Юра и Света из Николаева. Ну, как-то мы с ними познакомились не сразу. Вот. Встретились как-то в городе и познакомились. Потом приехали подольские ребята. Лена и Олег. И Света. В общем, все они живут в Бетлице. Там нашли дома себе хорошие. Вот. Потом приехали крымчане. Крымчане приехали в декабре. В общем, прошлым летом Лена с Олегом. Волгоградцы. Волгоградцы приехали где-то, по-моему, в октябре или в сентябре. Не помню точно. Вот. Света с Сережей. А потом уже в декабре приехали крымчане. Наташа с Лешей. Вот. И вот четыре пары приехали к нам сюда. Смотрели наше видео. Им понравилось. И они приехали. Вот так. Теперь мы дружим. Теперь у нас такая вот компания. Веселая, хорошая, приятная. Всегда помогаем друг другу. Если ребята зовут на помощь, вперед все. Да. Все дружно. Вот. Если кто-либо зовет на помощь. То ли мы, то ли кто. Да. Всегда помогаем, чем можем. Собираемся. На праздники. На дни рождения собираемся. В общем, мы довольны. Мы довольны, что у нас появились ребята. И еще приехали из Подольска двоем мужчин. Да. Они купили здесь у нас два дома. За речкой. Куда. По той стороне. Ну, они без семей. Они как-то сами так вот. Хотя мы с ними тоже общаемся. Вот. В общем, так вот. Вот такая дружная у нас компания. Вот так мы приманили к себе друзей. Теперь так и живем. Вот так. Кофе мой остыл. Не, горяченький еще. Вот. В общем, такие вот у нас, ребята, дела. Вот так мы живем. Да. Еще. Если вам было интересно, ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Лучше всего пишите на Дзене, потому что здесь, на Ютубе от российских комментариев толку мало. Нет толку вообще, можно сказать. Если вы живете где-то не в России, то тогда да. Тогда от ваших комментариев, от ваших просмотров будет толк. Россиянам, конечно, да вообще всем можете заходите на Дзен. Заходите, пишите комментарии, смотрите. Вот. Этим вы нас поддержите. Мы вам будем благодарны. Да, стараюсь отвечать всем, общаться. И на Ютубе, и на Дзене тоже. Стараюсь всем отвечать. Не так много еще у меня комментариев, чтобы не ответить всем. Да. Да. Есть время, нахожу. Вот так. Ну что, буду я пить кофе, тем более скоро обед. Попью кофейку, а там уже Илешек подтянется. Ой. Ой-ой. Что ты, Илешек, все, скоро обедать. Да. Давай, а что ты там делал-то? Забор. А, заборчик. Чего не позвал меня, чтобы я тебя сняла? Маш, куда я тебе даю? Да ладно. У нас, ребята, длина участка, ну я меряла по карте, где-то 80 метров. А ширина 40 метров, да? 36 метров. Всего 33 сотки. Вот так. Как-то так. Ладно. Я успею в куриный супчик посидеть. В куриный супчик посидеть. А ты еще велище сварила? Нет, я куриный супчик сварила. А яйца? Кто яйца? Куда? Просто кушать. Ага. Да. Давай, снимай свою рубашку косильную. Привык? Сросся прям, да? Май基本а. Все? Привык? Нет?